Зачем Бог допускает существование и происхождение людей, которые все равно обречены на погибель? Говорите, что нашли ответ у Иоанна Думаскина, и тот говорит, что бытие — это благо, а небытие — это зло. И говорите, спрашиваете вы, что ад, что ли, лучше, чем небытие? Вопрос достаточно сложный, непростой. Давайте начнем с высот тогда. Преподобный Максим Исповедник говорит, что это высокое богословие. Говорит вещь, которая вообще, в принципе, настолько антигуманистична, что страшно ее произносить. Он говорит, что этот мир был сотворен с одной целью. И целью творения является воплощение второго лица Пресвятой Троицы. Вычеловечения Христа. Это сложное и очень с гуманистической точки зрения противоречивое высказывание вообще, в принципе, упраздняет смысл и суть всех живущих, живших и населявших, когда бы эту землю, людей. Но, конечно, это все не так, и у Бога все совсем по-другому. Экклесиаст, который мне приходит сейчас на память, говорит, лучше псу живому, чем мертвому льву. Не знаю, говорит ли он это о смерти, но точно говорит о бытии, о радости бытия. Мы не обречены на ад. Ад — это дело добровольное, к сожалению. И, знаете, если отбросить рассказы, ну, во всяком случае, немножко их как бы отстранить, отбрасывать их совсем не нужно. Об страшных адских мучениях, которые в средневековом сознании, как правило, связывались с физической, безусловно, болью и так далее, и так далее. То мы с вами увидим, что избранное тобой бытие, оно в каком-то смысле тебя устраивает самого. Вот. Я говорю часто, что от это дело добровольное. И как вам объяснить, мы отталкиваемся, вот как предмет в вакууме, если полетит, то ты оттолкнешься, и он дальше будет лететь, лететь, и лететь, и лететь, не развивая, правда, скорости. Мы будем развиваться несколько. Видим, что бесы, знающие Бога, падшие ангелы, духи злобы поднебесной, прекрасно видят свое состояние, видят сияющего Бога, видят людей, которые ведут борьбу, часто не на жизнь, а на смерть, за свою душу, за ее чистоту и за пребывание с Богом. Но, тем не менее, не имеют вразумления и не имеют покаяния. И, по всей видимости, имеют некое усложнение, горделивое своим состоянием. Так что, бытие в любом случае лучше не бытия, вот только не дай нам Бог заблудиться в вопросах выбора, и дай нам Бог войти в правильную дверь, которую ведет в Царство Пресвятую Троицу, в полноту этого бытия. Помогай вам Бог. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok